Каждый раз ЮНЕСКО на базе Северо-Восточного Федерального Университета имени Максима Кировича Абмосова предоставляется ректору университета Евгений Саймин-Михайловой. Добрый день. То, что касается нашей международной кафедры ЮНЕСКО Северо-Восточного Федерального Университета, я в августе 2010 года написала письмо Ирине Георгиевне, и пришел ответ. В конце концов, вы знаете, очень много российских университетов, которые бы хотели иметь кафедры ЮНЕСКО, и я считаю, что нам очень крупно повезло, что вы 9 июня 2011 года подписали договор об открытии кафедры ЮНЕСКО. Ну и я хочу сказать, что не дает, не отходя, здесь вот у нас, конечно, есть очень строгий секретарь генеральный, который время от времени у нас получает наши отчеты, и, по крайней мере, мы находимся в числе, ну, разве что не любимчиков, но, по крайней мере, те, кто работает. Да, и вот первое, значит, что хочу сказать, я 5,5 лет сама совмещала в заведующей кафедре, а сегодня вот совсем недавно у нас избран Анатолий Васильевич Жожиков, вот он здесь сидит сразу, показывает, что у нас все работает, но я думаю, что со временем, конечно, мы вместе тоже многое сделаем. Ну, прежде всего, вот есть такие подразделения, которые работают над созданием системы интегративных исследований, особенно в той деятельности фундаментальных наук, это инженер-технический институт, например, или физико-технический институт естественных наук. Ну, то, что мы создали новое, это, ну, реорганизация и так далее, это понятно, вот новое здесь у нас, после того, как Юрнекска объявила Алан-Хо шедевром нематериального культурного наследия, конечно же, по, ну, долго мы совещались, и по, ну, инициативе народов, представителей культурологии, тех, кто занимается эпосами, мы создали научно-технический институт Алан-Хо, директором которой является Василий Николаевич Иванов, как раз вот его творческий коллектив, он подготовил сам большой проект Алан-Хо, который был номинирован в 2005 году. Ну, кафедра ЮНЕСКО еще работает, конечно же, над тем, чтобы проводились образовательные программы, вообще у университета у нас более 450 образовательных программ, но здесь вот сугубо 20, которые ориентированы на Арктику, на арктические территории. Есть много тематических научных исследований, но прежде всего мы гордимся тем, что находимся в ассоциации университета Арктики. Президент университета Ларс Кулил, наш большой друг, он почетный профессор нашего университета, а здесь вот Северо-Восточный федеральный университет тоже в конкурсе выиграл, и мы руководим большими вот этими сетями, прежде всего, это местное региональное развитие Севера, совместно с другими университетами Канады, США, Норвегии, ну и, конечно же, с российскими, и образ мира в языках коленных народов Севера. Кроме того, мы являемся организаторами вот таких вот сетей, как добывающая промышленность, геологиями, злота и, конечно же, арктические права коленных молодчисленных народов. Ну, как полагается, мы проводим конференции и семинары, но больше всего, конечно, гордимся научными исследованиями. Вместе с Егутским научным центром Сибирского отделения Российской Академии наук у нас есть вот такие серьезные проекты, те, которые, прежде всего, направлены на анализ, на то влияние, которое вследствие происходит глобальных изменений климата. И мы выиграли два гранта правительства Японии, например, вместе с университетом Хоккайдо, и у нас вот идет работа над разработкой эмиссионного бюджета углерода. Здесь вот тоже специалисты, конечно, больше могут рассказать, но для нас, вот для меня, например, главное – это сотрудничество между учеными, подавателями университетов, и, конечно же, это обмены между студентами. Есть очень хорошее тоже исследование, которое проводится совместными нашими лабораториями. Вот одна из таких лабораторий, российско-берманская лаборатория, «БИОМ» называется, и мы на базе Арктического инновационного центра Северо-Ансоциального федерального сета проводим экспедиции. Ну и все, что касается водоемов, экосистем, озерных ландшафтов и так далее, вот у нас происходит ежегодно по тем заявкам, которые мы подставляем в Российский научный фонд или РФФИ. И мы тоже вот сегодня, я тут постаралась показать, сколько всего работ, например, и даже есть у нас уже свидетельства о патенте, о регистрации, значит, данных наших знаний. Есть тоже такой проект для души. Вот здесь вот тоже наши палеонтологи впервые, когда познакомились в Севуле с сотрудниками и с руководством научного института Южной Кореи. И после этого у нас родилась международная лаборатория, которая занимается молекулярной палеонтологией, занимается изучением тех, значит, моментов, ну вот, что человек, как бы, ну, проживая вместе с природой, в гармонии, мог бы, наверное, потерять что-то. Ну, вот здесь вот ставится такая конкретная задача возрождения мамонта. Вот занимаемся, и здесь вот я описала, насколько есть уникальные такие моменты, когда наша экспедиция, они получили вот уникальный биоматериал, в котором сегодня есть, ну, не только статьи, там, скажем, ничьи и так далее, но самое главное уже есть разработки клеток мамонта, например. В нашей лаборатории мамонта имени Петра Алексеевича Лазерова, ну, здесь вот те тоже научные и культурные учреждения, которые вот как раз занимаются изучением мамонта и мамонтовой фауны. И вот здесь мы проводим вместе со всеми другими университетами, а их у нас где-то около 300 наших партнеров университетов, практически, особенно в летнее время, университет разрастается почти что в два раза. Это летние школы, студенты приезжают из разных стран. Это и США, это и Латинская Америка, это, конечно, студенты из Европы, Франции, Великобритании, Словении, ну, Китая, Корея, и понятно, что мы делимся теми знаниями, которые есть у наших ученых. Ну, и с президентом Путиным тоже поделились знаниями. Сотрудничество в области биотехнологий уже привело к тому, что вот недавно, уважаемый Егор Афанасьевич, общество Байанай, они выразили свою благодарность за то, что в глухой якутской тайге была найдена якутская лайка 12 лет от роду, которую уже потомство не давало. И вот благодаря совместным исследованиям южнокорейских и якутских ученых вот созданы, вот уже родились два щенка якутской лайки и вот в итоге, что будет дальнейшее вот такое возрождение. Говорят, только якутская лайка могла завалить медведя, да? Или это охотничьи байки. Ну, такая шея очень мощная, хотя вот щенку всего два месяца. Есть такое направление, это экспертное направление. Мы его стараемся проводить под патронатом главы республики. Эксперты по всем вопросам. Ну, вот мы начали вместе с Сибирским федеральным университетом. Практически, значит, первое наше исследование касалось видения будущего. Ну, как говорят, как вы себе вообразите в будущее, вот так и будете его иметь, да, таким. И данные трехлетние исследования, они сегодня являются основой для многих программ, концепций, стратегий, тех, которые касаются социально-экономического развития нашей Якутии. Ну, здесь вот небольшие проекты, я хочу рассказать, то, что есть у нас с Кембриджским университетом. Здесь вот фотография двух профессоров Северо-Восточного федерального университета Анатолия Алексеева и профессора Кембриджского университета Пирса Битовский. Если вот так на них посмотреть и в тундре их встретить, да, два оленевода, например, да, но они занимаются очень глубокими вопросами сохранения языков и культуры народов Севера. Практически вот мы вместе с Сэром Лешиком Барышевичем, ректором Кембриджского университета, вот тут внизу, уже пять лет финансируем эти программы. Кроме того, у нас есть проекты в медицине и вместе с институтом БИПИ, Бритиш Петролиум, мы занимаемся вопросами математического моделирования. Ну вот, есть исследования совместные, значит, с ними, и результат Генниоль Ревьюс, это такая американская энциклопедия, в 44-м томе, значит, вышли работы их совместных исследований. Кроме того, вот я хочу сказать, вот чему посвятил свою такую творческую жизнь Анатолий Васильевич, это создание такого портала, и здесь вот я думаю, что... Вот здесь вот, да, это вот показываем, да, можно включить видео, что мы тут сохраняем, например. Практически Анатолий Васильевич и его коллектив сохранили языки коренных народов, культуру. Да, вот, как можно изучать, то есть любой человек может обучиться говорению, например. Попадем дальше. Значит, дальше вот у нас есть очень хороший проект вместе с миланскими, значит, технологами, музыкбокс, и, я думаю, устроился временный портрет, покажите, пожалуйста. Там Иван Егорович Егоров, Алексеев Иван Егорович и Ольга Подлужная. Это тоже оцинфрование новой технологии, которая помогает сохранить искусство культурной среды в киберпространстве. Ну и, конечно же, кафедра прежде всего выделяет уже внимание сохранению культурного населения. Это Устижа Суров. Готовились мы к столетию. В Бангеи провели очень такой хороший эссер, и вот эта вот работа заняла первое место. Субтитры создавал DimaTorzok